В Пинске прошел уже ставший традиционным конкурс инновационных проектов молодых разработчиков «Пинский инвест уикенд-16». На этот раз на нем было представлено 12 проектов, 8 из которых разработаны студентами и аспирантами Полесского государственного университета. Оценивали проекты выступающих, эксперты, среди которых представители банков, предприятий, исполнительной власти и вузов. «Пинский инвест уикенд – это деловое мероприятие, которое проводится в рамках Полесского государственного университета. Суть данного мероприятия – то, что объединяются ребята различных специальностей, различные группы работают над одним проектом. Касательно новизны, у нас уже имеется опыт международных проектов, участвуют и Одесский национальный университет, и Ростовский государственный экономический университет. То есть у ребят есть уникальная возможность проявить свои способности и услышать мнение экспертов». Среди проектов «Вкусно как дома», суть которого – продвижение доставки еды Центра общественного питания ПолесГУ. Виноградники как бизнес. «Криптекс» с задачей по созданию майнинг-фермы по добыче криптовалюты. «Экобайк», который ставит своей целью формирование мотивации к двигательной деятельности. Кондитерская полезных десертов от разработчиков из Ростова-на-Дону. И разработка летней веранды для ресторана «Мотодор», также от гостей из России. «Хотелось бы особенно выделить проект наших студентов Полесского университета. Это проект «Вкусно как дома». То есть ребята работали над тем, что сегодня началось, что в рамках пандемии необходима доставка. Они занимаются доставкой продуктов нашего общепита, развивают идеи, являются также победителями конкурсов. Также хотелось бы выделить проекты в рамках области и зеленой экономики у нас представлены, и программные продукты, то есть проекты, которые имеют также и социальную направленность». Команды-участники «Инвеста уикенда» представляли свои проекты перед членами жюри, обосновывали его важность и готовились услышать долю критики от экспертов. По мнению экспертов, проекты «Вкусно как дома», «Хелси фуд», «Делищес фуд» и «Хочу» являются наиболее коммерчески привлекательными. Проекты «Виноградники как бизнес», «Какую лозу лучше разводить в нашей стране» и «Зеленушка» признаны самыми инновационными. Проект «Краудфандинговая платформа Инвеструм» признан актуальным и инновационным. Проект «Экобайк», по мнению экспертов, является социально значимым. Самым креативным подходом к решению проблемы и лучшей командой проекта признана «Тингоу», занимающаяся разработкой приложения «Карта интересных и молодежных мест Беларуси». Еще одним мероприятием в рамках Инвеста Уикенда было открытие брендовой аудитории. Один из банков страны, с которым сотрудничает Полецкий государственный университет, выступил инициатором и спонсором создания брендированной аудитории на базе факультета экономики и финансов Полецкого государственного университета. 4 июня состоялся торжественное открытие аудитории, которое стало подарком ВУЗу на его 15-летие. «Мы понимаем, что в сегодняшнее время мы говорим о том, что мы должны развиваться и очень хорошо развиваться совместно, и с банком в том числе, и то, что мы видим, мы открываем сегодня глаз, и оснащение вот это, и компьютеры, и, знаете, поверьте, еще больше, не только какой-то инструкторный потенциал мы будем использовать, развивать новые программы. И я думаю, что все вместе – это ответ на то, что у нас улучшится, усилится подготовка студентов». Многие студенты и выпускники ВУЗа проходят практику в этом банке и получают свое первое рабочее место там же.